Как помочь детям, пострадавшим в результате войны на Донбассе, решали сегодня в парламенте. Там прошло заседание Рады Матерей Украины при Комитете соцполитики. На него пригласили многодетных мам, волонтеров и лидеров общественных организаций. Все детали в нашем материале. Многодетные мамы, волонтеры и общественные активисты. Более сотни женщин со всей Украины приехали в столицу на заседание Комитета по вопросам соцполитики парламента. Главное, о чем не должен забывать политик, человек и женщина, политик. Это про детей. Большинство народных депутатов, политиков, которые при памяти турбуют долю тех, кто не меньше захищен. Это дети-переселенцы. 250 тысяч детей бежали от войны с Донбасса за последние 4 года. Теперь вместе с родителями у них другие проблемы. Отсутствие жилья и мизерная соцпомощь. Самое важное и главное собрание, которое сегодня есть в нашей стране, это собрание женщин, мам, которые не благодаря, а вопреки всем тем условиям, которые есть в стране, рожают, воспитывают, поддерживают своих детей. И тем самым они и проявляют самый настоящий патриотизм. Все дети нуждаются в защите, а дети из оккупированной части Донбасса требуют особого внимания и поддержки, уверен лидер оппозиционного блока. Юрий Бойко поддержал постановление, направленное на защиту семей, пострадавших из-за войны. У меня шестеро детей, я понимаю ваши проблемы. И считайте, что мы все тут разом. Еще несколько лет назад у нас за родителя дадалась грошовая допомога. Первая дитина 40 тысяч гривен, вторая 62 тысячи, и третья 123 тысячи гривен. Сегодня за первую, вторую, третью дитину дается 40 тысяч гривен. С урахованием курса доллара сегодня это уже ничего. Будем помогать, чтобы это было враховано, и мы допомогли таким чином, в первую очередь, молодым семьям. Нардепы также отметили, что необходимо решить вопрос соцзащиты и поддержки детей, проживающих на Донбассе, и детей-переселенцев. Соответствующее обращение отправили премьеру и спикеру парламента. После заседания Рады матерей активисты вышли на протест к зданию Кабмина. Женщины готовы пойти на радикальные действия, чтобы заставить власти принять необходимые решения. На следующей неделе съезд матерей пройдет в Северодонецке. Наталья Шумакова, Лина Зеленская. Подробности. Телеканал Интер.